Как не навлечь беду и укрепить здоровье? Какие лекарства и методы лечения заслуживают внимания? Профессиональные консультации донецких врачей в программе Радио Доктор на Радио Республика. У микрофона Ксения Камарь и Виктория Клепикова. Здравствуйте. Здравствуйте. Наступила осень, уже солнце становится меньше. И хочется курорта. Обычно хочется на курорт. Вот как сделать, чтобы курорт был у нас круглый год? Желательно дома. Если мы не можем поехать на курорт, пусть курорт придет к нам. Да. Очень надеемся, что нам в этом вопросе поможет наша гостья Терещенко Ирина Валерьевна. Кандидат медицинских наук, врач-физиокинезиотерапевт, доцент кафедры медицинской реабилитации, ЛФК, что означает лечебной физкультуры, Донецкого национального медуниверситета имени Максима Горького. Здравствуйте, уважаемая Ирина Валерьевна. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот возможен ли вообще курорт дома? И в целом понятие санаторно-курортного лечения, что в себя включает? Кому можно, кому противопоказано? Давайте начнем с понятия курорт. Если общим, таким понятным языком говорить, это очень специфические такие места на планете, где присутствуют лечебные целебные факторы. Это грязи, это минеральные воды, и прежде всего это целебный климат, который, безусловно, оздоравливает организм, когда человек находится на курорте. Какое еще преимущество огромного курорта? В том, что когда мы говорим о санаторно-курортном лечении, человек приезжает на курорт поправлять свое здоровье, оздоравливаться, и он настроен всеми своими фибрами души на то, чтобы это было. А вот это слово «санаторно» что означает? Санаторий – это учреждение стационарного типа, потому что осуществляется круглосуточное наблюдение за пациентом, врачом, и там преимущественно используются немедикаментозные методы лечения. То есть это прежде всего, как мы говорим, солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Это физиотерапия, это целебный климат, это оздоровительная лечебная физкультура, то есть то, что физиологично очень для человека, в отличие, допустим, тех же медикаментозных средств. Очень часто как раз на курортах и применяют методы ЛФК, лечебной физкультуры. Вы специалист, врач-физиокинезиотерапевт. Я думаю, что для многих наших слушателей это вообще что-то такое необычное и новое. Расскажите нам, пожалуйста, что же такое ЛФК и что кинезиотерапевт делает в этой сфере лечебной физкультуры. Вы знаете, термины лечебная физкультура и кинезиотерапия по большому счету синонимы. Хотя кинезиотерапия гораздо позже термин появился, и он больше характерен для стран Западной Европы. Потому мы немножечко к ним придвинулись в этом отношении, потому что проводятся общие конференции, специалисты с друг другом общаются. Поэтому кинезиотерапия сейчас очень широко и плотно входит как понятие в жизни медреабилитации. Но лечебная физкультура, у нас специальность так и называется, специалист по лечебной физкультуре и спортивной медицине. Поэтому лечебная физкультура такое, в общем-то, немножечко более широкое понятие. Кинезиотерапия, если дословно расшифровывать зреческого языка, кинезис – это движение, терапия – это лечение. Это лечение любыми проявлениями движения. Лечебная физкультура – это лечебная физкультура как часть общечеловеческой культуры, которая в том числе и даёт человеку понятие о ценностях, допустим, здорового образа жизни, о ценностях физического воспитания, физического развития, о том, что это те ценности непреложные, которые дают вам здоровье, красивый внешний вид, долголетие, успешность, уверенность в себе. То есть, в принципе, то, что мы и хотим получить в этой жизни – это физическое, психологическое и социальное здоровье. Ну и ещё, когда мы говорим о кинезиотерапии, почему-то возникают такие ассоциации, что это такое пассивное лечение, наверное, потому что мы говорим «терапевт», который назначает нам там что-то пить. И у меня, например, возникает такая картинка, что вот я прихожу, и мне кинезиотерапевт начинает делать какие-то манипуляции с моим телом. То есть массажный стол, вы на нём возлежите, и терапевт, кинезиотерапевт поднимают ручку, ножку, всё это плавно так, да? Ну вот вы что в роликах показываете? Вот в этом большое отличие кинезиотерапии, например, от той же физиотерапии, поскольку физиотерапия – это больше метод пассивного воздействия. Как раз вот вы приходите на процедуру лечебную, подключают электрический ток, допустим, или магнитное поле, или электромагнитные волны, и вы лёжа, пассивно, расслабляясь, принимаете процедуру. Смысл кинезиотерапии, что всегда приоритетно активное сознательное участие пациента в движении. Он должен активно понимать, двигать своими руками, ногами, своими частями тела, он должен активно понимать, что он делает. И он двигается, да. Всегда динамически активные физические упражнения являются приоритетными, всегда. Фактически тогда получается, что кинезиотерапевт учит пациента каким-то определённым движениям. Потому что вот в кинезиотерапии или в лечебной физкультуре два таких основополагающих направления. Первое направление – это чисто лечебное. Мы лечим благодаря движению. Движение подбирается, оформляется, методически изменяется таким образом, что оно становится лечебным фактором. А второе большое, мощное направление – это педагогическое. Мы обучаем правильному движению. Мы обучаем определённым гигиеническим навыкам. Рисунок движения должен быть правильный. Потому что если пациент даже и делает какое-то физическое упражнение, но неверно подключает какие-то определённые мышечные группы, пользы от этого не будет никакой. Вот у меня сейчас возникает вопрос. В принципе, мы живём, мы ведь знаем, как двигаться. Мы даже не придаём этому значения. Мы ходим, берём руками еду, выходим с транспорта. То есть массу движений мы создаём по определению, потому что мы так привыкли делать. И оказывается, движения должны быть эти правильными. Мы неправильно ходим, мы неправильно не той рукой берём хлеб или не так, мы неправильно берёмся за поручень в транспорте. Что мы делаем неправильно? Что исправляет кинезиотерапия, вот как наука? Понимаете, в чём дело? Когда запускаются определённые патологические состояния и заболевания, особенно опорно-двигательного аппарата, особенно это касается травм опорно-двигательного аппарата, часть мышц вследствие вот именно каких-то патологических факторов выключается из движения. У нас, допустим, существует пять основных мышечно-фасциальных цепей, которые у нас справа и слева, и они должны запускаться в определённом порядке последовательно. Работа мышц должна идти природно. То есть как задумала природа. Это контролирует нервная система. Но бывает такое, что вследствие повреждений они запускаются неправильно. Вы знаете, что есть мышцы синергисты, антагонисты, стабилизаторы. То есть есть мышца, которая в первую очередь включается в работу, есть, которая её страхует, есть, которая помогает. Если они у вас включаются по ряду причин неправильно, они порядок изменяют работы. И это способствует тому, что вы можете испытывать и болевые синдромы, и чувство дискомфорта, и даже запускаются тяжёлые патологические доминанты, которые изменяют полностью ваш ритм движения, характер движения, рисунок движения. Вот если вы замечали, очень часто встречается, когда нарушается статура человека, особенно, допустим, стоя, сидя, когда голова у очень многих наших пациентов находится кпереди. То есть вытянута вперёд, да? Да, вытянута вперёд. Сейчас это какая-то эпидемия, в буквальном смысле слова, потому что в наш быт вошли компьютеры и особенно ноутбуки. И мобильные телефоны, когда… Мобильные телефоны, да. То есть человек стремится, благодаря мышцам шеи, дотянуться до этого гаджета. Рассмотреть, да. И это катастрофа в том плане, потому что выключаются необходимые мышцы, допустим, наши длинные стабилизаторы, разгибатели спины, подключаются хоть как-то, аж надо голову удерживать короткие. У людей начинаются сумасшедшие головные боли, которые временно снимаются, потом опять это состояние возникает, плюс третий-четвёртый шейные позвонки, там выходит диафрагмальный нерв, у вас начинаются проблемы с дыханием, потому что диафрагма блокируется частично. То есть возникает целый такой каскад реакций, когда вы это движение включаете неправильно. А есть очень простой способ, который поможет это исправить. Мы сейчас прям будем говорить о голове, о шее. Внимание, уважаемые слушатели, настройтесь, получаем рецепт. Все знают, где находится темечка. Так, да. Представьте, что вы себя подвешиваете за темечка, и вы должны потянуться всем своим телом, всем своим существом вверх за темечком. И вот тогда вся статура ваша становится в правильное положение. Вот это и правильное положение. Мы это должны делать стоя? Сидя. Вы можете это делать, если вам комфортно. Потому что первые тренировки, будем так говорить, вам самим будет дискомфортно себя тянуть. Лучше попросить кого-нибудь из родственников или близких. Чтобы прочувствовать, да? Эту точку показали, да. Вы просто как марионетка подвешиваетесь и выравниваете всю статуру. Статура — это осанка. Да, это ваше положение в покое. Потому что есть статика, а есть динамика. Так, это профессиональный термин статура. Единственное, что если какие-то мышцы у вас все-таки работают неправильно, есть какие-то гипотоничные, да, есть какие-то наоборот, которые зажаты очень мышцы, бедные перерабатывают из-за себя, как говорится, из-за того парня. Вот это положение вам может быть дискомфортно. Хотя оно физиологичное и нормальное. Поэтому какое-то время, вот есть какой-то промежуток такой, вообще 40 дней — это очень интересная цифра. Когда нужно перетерпеть. 40 дней. Позаниматься каждый день. Несколько раз в день? И вы постепенно будете от этого положения получать удовольствие. Потому что правильно запускается кровоток, правильно работают связки, правильно работают суставы, правильно работают мышцы. Очень известное упражнение, широко уже разрекламированное, когда нужно стать к стене и дотронуться как раз затылком, лопатками, по-моему, ягодицей, да? Лопатки, ягодицы, голени и стопы. Это называется пристеночный тест. Пристеночный тест. Но он может использоваться и в качестве формирования вот этой вот кинезологической чувствительности. У нас, вы знаете, мы даже со студентами проводили такие тесты, и, честно говоря, результаты нас потрясли, потому что вот вызываешь любого студента, говоришь, закрой, пожалуйста, глазки. И спрашиваешь, у тебя глаза на одном уровне, уши на одном уровне, плечи на одном уровне. Ни один студент не смог сказать, как он находится в пространстве. У нас вот эта чувствительность кинестатическая практически не развита, а её можно развивать. То есть как вы можете править себя, если вы даже не понимаете, кривой вы, ну, извините за грубость, да, или нет. А с чем это связано? С тем, что мы не тренируемся, не занимаемся, не придаём этому значения. Психологи бы сказали, что мы вообще не ощущаем своих границ тогда, да? Нет, практически в этом смысле нет, к сожалению. Я напомню нашим слушателям. В гостях у нас Терещенко Ирина Валерьевна, кандидат медицинских наук, врач-физиокинезиотерапевт, доцент кафедры медицинской реабилитации, лечебной физкультуры Донецкого национального медуниверситета имени Максима Горького. Ирина Валерьевна, мы стали говорить о неправильной осанке, но ведь часто можно наблюдать, что уже у детей какая-то такая, да, осанка, ну, не совсем, наверное, корректная, и походка у них, вот, вроде, должна быть немножко другой. Что с детьми происходит? Ну, понимаете, как раз детей, наверное, это в меньшей степени касается, потому что дети – существа очень подвижные. То есть, если уже говорить, мы начинаем двигаться ещё в утробе матери, ребёнок начинает двигаться в утробе матери, благодаря этому он развивается. И у детей ещё вот эти вот рефлекторные все, очень интуитивные реакции. Посмотрите за любым ребёнком, чем меньше возраст, тем он больше двигается. И если посмотреть за ним внимательно, 80% времени он хохочет всё время. То есть у детей интуитивно все эти срабатывают процессы, которые позволяют ему вот эту реактивность, жизнедеятельность свою улучшать. Но, конечно, нарушение осанки – это бич нашего общества на сегодняшний день, потому что, в общем-то, изгибы позвоночника, они формируются с течением времени. И у наших детей есть так называемые пики вытяжения. Вот я, честно говоря, не очень понимаю, неужели об этом врачи родителям не рассказывают. То есть это где-то 5,5-6 лет. Первый пик вытяжения начинается до 8-летнего возраста. И второй пик вытяжения – это пубертатный период, то есть подростковый период, когда они созревают в половом смысле. И в этот момент организм очень интенсивно тянется ввысь. И если слабая мускулатура, которая, по сути дела, и формирует все изгибы позвоночника и дает возможность, как бы сказать, активной деятельности, в таком случае возникают нарушения осанки. Но на сегодняшний день доказано, что нарушение осанки возникает по целому ряду причин. Это могут быть и висцеральные нарушения, то есть нарушения дисфункции внутренних органов. Это могут быть эмоциональные нарушения, то есть эмоциональные дисфункции, которые с какими-то психическими потрясениями связаны, тревогами, страхами. Это может быть, допустим, нарушение вегетативной нервной системы. То есть очень много причин, оказывается, которые могут сдвинуть нашу осанку в патологическую. Но опять же, если вы своевременно обратитесь, самое главное – своевременно. Самое главное, чтобы родители могли увидеть это. Вот то, что иногда потрясает, когда приходит мама, допустим, с ребёнком, и у него такие уже тяжёлые нарушения идут. Допустим, там уже третья, четвёртая степень сколиоза, то есть уродующая деформация буквально в достаточно маленьком возрасте. Вот удивляешься, ну как это можно было не видеть? То есть рассматривайте своих детей предметно. То есть с этим нужно работать. Нужно приучать глаз к тому, чтобы это нужно было увидеть. Потому что самое главное – это вовремя это всё увидеть и принять меры. Самое главное – это когда мы говорим о коррекции осанки. Что происходит со взрослыми? Старческая походка. Чем больше мне лет, тем больше я задумываюсь, что же будет дальше. И честно, временами мне становится страшно. Опять же, основная причина – это гипокинезия. Малоподвижный образ жизни. Сейчас вот пришли новые рекомендации. И считается, если вы проходите в день менее 5000 шагов, у вас сидячий образ жизни. Если вы проходите меньше 10 тысяч, у вас малоподвижный образ жизни. С возрастом, если человек не занимается, если он не активен, если у него нет интереса к жизни, например, каких-то увлечений, хобби, когда он горит. Некуда спешить, да? Некуда спешить. Ведь кушаем мы по объемам по-прежнему, как в молодости, но двигаемся гораздо меньше. С возрастом возникают заболевания. И с возрастом возникает остеопороз, опять же. И формируется так называемый старческий кифоз. То есть, когда вы начинаете клониться кпереди. Когда усиливается грудной кифоз. То есть, изгиб, который идет в позвоночниках сзади. Мне кажется, самое несправедливое, это как раз, когда человек полон сил, энергии и желания жить. А вот эти вот именно разрушающие факторы, костные ткани, что вы еще там говорите, суставы болят. Он, может быть, и пробежал бы еще стометровочку, и за трамваем бы, и за троллейбусом бы пробежался. А суставчики болят, не дают возможности двигаться. Палка мешает. Понимаете, нужно понимать, что возрастные изменения неизбежны. И это правильно. Потому что в какой-то степени к определенному возрасту они ограничивают человека, когда это необходимо в движении. Чтобы не было повышенной травматизации. Чтобы не было излишних желаний куда-нибудь скакануть. У тебя прожелания. Но. А если они есть? Посмотрите, как пример. Наша знаменитая певица Валерия. Ей уже 51 год. Во-первых, она чрезвычайно активная. Чрезвычайно энергичная. Она каждый день занимается йогой. У нее свой индивидуальный инструктор, которого она возит с собой на все гастроли. Как она двигается. То есть она совершенно двигается, как молодой человек абсолютно. Все спортсмены, которые сохраняют свою жизнеспособность, жизнедеятельность и продолжают тренировки по возрасту. Ведь не обязательно сохранять интенсивность и объем тренировок, который был у вас в 20 лет. Должны быть такие нагрузки, которые вам пошли бы на пользу. Которые бы оздоравливали вас, поддерживали бы вас. Тормозили эти возрастные изменения и помогали чувствовать жизнь в полной ее мере. Чтобы было настроение, чтобы был аппетит, чтобы был хороший сон, чтобы вы радовались солнышку. То есть это все дает физкультура. Потому что, когда вы занимаетесь, все равно гормоны радости вырабатываются. Хотите вы этого или не хотите? Почему я так люблю физкультуру? А что это за наука такая физическая культура? Вот если мы к началу разговора вернемся, мы ведь все двигаемся с рождения. А что это за культура такая, движение? Понимаете, физическая культура – это вот часть нашей общечеловеческой культуры, которая показывает человеку те вот ценности, которые дают нам возможность красиво выглядеть, красиво двигаться, правильно вести здоровый образ жизни. Физкультура так устроена, что если вы начинаете этим заниматься, вы непреложно к этому приходите. К рациональному питанию, к тем людям, которые, как ваши собратья, этим занимаются и будут вас поддерживать, находить какие-то новые для вас рецепты, новые виды движения, то есть какие-то методы психологической разгрузки. То есть физическая культура дает понимание того, что ценность здоровья – это самое главное. То есть физическое воспитание должно быть. Потому что кроме того, что формируются физические качества наши основные, они неизбежно формируются, если вы… То есть формируются, развиваются, поддерживаются, если вы человек уже, допустим, достаточно такого возраста, то есть среднего возраста, да, зрелого возраста. То есть это формируется сила, вот скорость, гибкость, ловкость и выносливость. Физкультура, она формирует и внутреннюю дисциплину, и умение достигать какого-то результата, понимание необходимости этого результата, то есть и целеустремленность. То есть физкультура формирует целый ряд личностных качеств человека. Ну, это крылатые выражения общеизвестные, да, спорт формирует характер. Это действительно так. То есть человек и личностно растёт и развивается, он самосовершенствуется в этом. Потому что цель физического воспитания, в том числе и физической культуры, это гармония. И часто в гармонии люди ищут скульптурное красивое тело и чтобы, значит, избавиться от лишнего веса. Вот что вы думаете по этому поводу? Решает ли эти проблемы физкультура такое стремление к совершенству? Идеальное тело, то, что нам, во всяком случае, навязывают в фитнес-клубах и т.д. и т.п. Из физкультуры превращается в культ? Да. Конечно, физкультура даёт не только скульптурное тело, хотя это, безусловно, красиво и доставляет эстетическое удовольствие. Безусловно. Потому что, когда выходишь на пляж летом, как я говорю, хочется рыдать и плакать. Физкультура даёт психологическую стабильность. Подумала, может быть, не стоит выходить на пляж тогда? Почему? Чтобы не портить настроение себе и людям. Нет, это просто, понимаете, вызывает непонимание, удивление. Ну почему же? Знаете, как говорил наш знаменитый царство ему небесное Николай Мосов, ну люди же все знают преимущества занятий физической культурой. Что укрепляется иммунитет, формируется качественный напорный двигательный аппарат, связки все крепче, суставы гибкие, крепкие, мышцы сильные. Ну почему же они не занимаются? Вот возникает вопрос, ну почему же не занимаются? Допустим, те же взрослые. Ну вы же пример для детей. Ну почему же вы не даёте такой хороший пример? Я наблюдала одну такую картину, я пришла в умиление. Бежит папа впереди рано утром. Папа такой в спортивных трусах, такой весь спортивный, как вы говорите, скульптурный. А за ним на велосипеде едет малыш лет пяти. Папа ему там маякует по-разному, а малыш пытается его догнать. То есть папа уже привил у него эту необходимость. Двигаться. Когда ребёнок просто балдеет от того, что он, во-первых, с папой общается, они хохочут оба. То есть настроение прекрасное, с природой общаются. И он уже его приучил, что это у него будет в жизни всё равно, всегда. Радость движения сегодня нам... Радость движения, да. Нам прививает сегодня радость движения Терещенко Ирина Валерьевна, кандидат медицинских наук, врач-физиокинезиотерапевт, доцент кафедры медицинской реабилитации, лечебной физкультуры Донецкого национального медуниверситета. Не переключайтесь, у нас ещё впереди вторая часть. Какие лекарства и методы лечения заслуживают внимания? Профессиональные консультации донецких врачей в программе «Радио-доктор» на Радио Республика. Друзья, продолжаем разговор. У микрофона Виктория Клепикова и Ксения Комарь. А гость нашей программы Терещенко Ирина Валерьевна, кандидат медицинских наук, врач-физиокинезиотерапевт, доцент кафедры медицинской реабилитации, лечебной физкультуры Донецкого национального медуниверситета имени Максима Горького. Вот, знаете, так приятно, потому что вы одна из тех врачей, которая как-то так нас не пугает, не вводит нас в состояние тревоги, а наоборот, вы нас к радости движения так вот приобщаете, рассказываете. В общем-то, это так просто, оказывается, делать зарядку по утрам, наверное. А кому какая нагрузка показана? Есть три вида физической нагрузки. Вообще нагрузка, она дозируется по объёму, то есть по времени и по интенсивности или по мощности. Есть три вида нагрузки, собственно говоря, принято. Первая – это лечебная нагрузка, ту, которую очень широко применяет лечебная физкультура или кинезиотерапия. Эта нагрузка незначительно меняется в течение курса всего ЛФК, и она никаких повреждающих элементов в себе не несёт. Есть нагрузка тонизирующего характера. Это вот когда вы, знаете, идёте на тренировку весь уставший, себя ругаете. Иногда, ну зачем же я иду, лучше поспал бы. А с тренировки вы вылетаете, как на крыльях. У вас настроение, вам всего хочется. Это вот тонизирующая нагрузка, когда гормоны радости работают вовсю. А есть тренирующего характера нагрузка. Это если вы когда-то были в фитнес-клубах, когда мальчики и девочки выходят, а у них майки все мокрые. Это нагрузка, которая формирует усталость. Вы в течение тренировки устаёте. Зато накачивают попу, как орех. Это сейчас очень актуально. Почему-то все думают, что вот как раз мокрые майки это признак хорошей тренировки. Да, это признак хорошей тренировки, потому что именно тренирующие нагрузки формируют ваши функциональные резервы и дают вам расширение этих функциональных резервов. Вы гораздо больше можете со временем, чем тогда, когда вы только начинали. Но к этим нагрузкам нужно идти очень постепенно и только под контролем врача, потому что это нагрузки утомляющие и вызывающие повреждения, если они применяются неправильно. То есть стоит начать с тренировок тонизирующих и, как вы говорите, первая была, лечебных. И лечебная. Стоит начать с того, что вы идёте к доктору, обследуетесь и выявляете все ваши слабые звенья. К какому доктору мы идём? Или к терапевту. Или, допустим, вы знаете точно, что у вас какая-то конкретная Мы улыбаемся сейчас вектории при слове терапевт. Или к врачу контроля, или спортивному врачу, или к врачу-реабилитологу. Но, опять же, врач-реабилитолог, он всё равно работает по готовым диагнозам. Он должен знать информацию, что с пациентом, чтобы уточнять, как его обследовать именно в своей спецификации. Поэтому нужно всегда... Как много у нас в Донецке, я прошу прощения, что перебиваю, врачей вот этого профиля, спортивный врач, и где можно его найти? Врач-реабилитолог. И врач, вы сказали, контролирующий? Врач контроля. Врач контроля. Есть врачебно-физкультурный диспансер, где работают узкие специалисты, и они все врачи контроля, в том числе... Врачи, где на Марии Ульяновой находится наш врачебно-физкультурный диспансер, это те врачи, которые работают со спортсменами и физкультурниками, потому что всё-таки это две такие очень разные ипостаси. То есть, чтобы было понятно нашим зрителям, слушателям, да. У нас потребность в движении огромная, генетическая. По сути дела, у нас физиология мало изменилась по сравнению с живой природой. Мы имеем физиологию людей, которые жили в пещерах. Она эволюционировала очень мало благодаря цивилизации. Поэтому у нас, возможно, реализация вот этой потребности по трем направлениям. Первое – это спорт. Спортом могут заниматься только очень здоровые люди на сегодняшний момент. Это серьёзные физические, психологические и, не будем скрывать, фармакологические нагрузки. Это большой спорт. Это большой спорт, профессиональный спорт, коммерческий спорт, если мы об этом говорим. Второе направление – это оздоровительная физкультура. Оздоровительной физкультурой должны заниматься все. Оздоровительная физкультура имеет целый ряд режимов, даже реабилитационный режим, который приравнивается к лечебной физкультуре. И она позволяет, если грамотный врач перед вами, подобрать такие нагрузки, такие движения, такие упражнения, которые полностью будут соответствовать индивидуальным особенностям пациента. И последнее направление – это когда мы говорим только о больных людях. Это вот лечебная физкультура. К сожалению, бывают такие случаи, когда человек может использовать для тренировки только лечебные нагрузки. Хотя чаще всего лечебная физкультура имеет курсовое лечение. То есть это курсы определенные. Мы даем несколько курсов. И человек, совершенствуя свою функциональную систему, свою структуру, свою нервную систему, то есть регуляцию, реактивность, он может переходить, допустим, в рекреационные те же виды спорта. То есть рекреация – это такая система, которая позволяет вам активно оформлять свой досуг, не лежать около телевизора. Четвероногий друг – это диван, да? Да. А, допустим, там лучше побегать с ребенком в бадминтон или там вот как папа с малышом на велосипеде. Ирина Валерьевна, вот все время вы говорите врач. Безусловно, я как-то так прониклась большой ответственностью за свой организм собственный. И хотела бы к вопросу о клубах, фитнес-клубах, где есть так называемые качалки, да, где просто много очень… Тренажеров. Да, всевозможных, и там нет врача. Это очень плохо, что там нет врача, да. Вообще, каждый уважающий фитнес-клуб, во всяком случае, раньше, насколько я знаю, имел в своем штате обязательно врача. Допустим, я работала в теннисном клубе, я как врач там работала, спортивный прежде всего. Что нужно понимать нашим слушателям? Если вы не подготовлены, не тренированы и никогда ничем не занимались, и у вас очень низкий опыт двигательной активности, вы не можете идти в групповое занятие по фитнесу. Вы можете заниматься индивидуально с тренером и готовить себя в течение полутора-двух месяцев хотя бы к тому групповому занятию, допустим, к которому вы так стремитесь. Почему? Потому что этот вопрос, кстати, очень часто задают мои студенты. Потому что, когда вы начинаете заниматься в группе сразу, все равно тренер работает на группу прежде всего. Вы для него новичок. Будете выходить, не будете – это большой вопрос. Но когда вы начинаете заниматься и тянуться невольно за группой, и в этом преимущество, в общем-то, и плюсы и минусы, конечно, группы, когда люди стараются не быть хуже, чем все, у вас выделяется огромное количество гормонов стресса. В том числе, как я рассказываю студентам, чтобы им было понятно и зацепилось. Знаете, организм думает в этот момент, ну вот хозяин решил меня убить. Ну таким способом. И выделяется кортизол. Это называется гормон смерти. То есть организм пытается всеми силами возможными выжить и получить энергию, чтобы с этой нагрузкой, которая для него непривычная и очень тяжелая, с ней справиться. И у вас сразу падает иммунитет. И человек вместо того, чтобы говорить, боже мой, я пришел оздоравливаться, я хотел быть более здоровым. Да что ж такое происходит? А я болею, болею, никак не могу из этого вычухаться. Потому что кортизол хватает прежде всего белки иммунитета и перерабатывает их в энергию, чтобы вы могли выжить в этот момент. Иммунитет падает, и начинаются гнойные заболевания, обострение лор-патологии, каких-то других. Почему лор-патология? Потому что это хроническая инфекция. Очаг хронической инфекции практически у всех. То есть обостряются хронические воспалительные заболевания. Я теперь понимаю, почему у моей одной знакомой начался гайморит. Вот, 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 вот. То есть это неправильно, это очень неграмотно, это совершенное неуважение к организму. Поэтому, чтобы идти в групповое занятие, где нагрузки всегда выше среднего, нужно к этому быть готовым и к этому готовиться. Три года тому назад, когда я пришла в фитнес-клуб, обошла все групповые секции, выбрала для себя то, что мне подошло, именно по моей нагрузке. И я тогда себе дала такую установку. Я буду делать только так, как подходит мне. Через два месяца я втянулась. То есть я, да, я ни за кем не гналась в действительное дело по своим силам, по своей подготовке. Через четыре месяца пошли результаты, мне все понравилось, я втянулась. Но вот эта вот установка, что я пришла за своим собственным результатом. Это очень правильно. Она меня спасла, да? Спасла, да. Это очень правильно. По самочувствию. Вам организм очень много дает информации. Услышьте его. Вот и все. Нужно уметь свой организм слушать. Мне кажется, что в любом возрасте можно начинать заниматься физическими упражнениями. Хороший, грамотный тренер всегда вас приостановит. Всегда. Скажет, вам хватит. То есть, ну, не всегда мы сталкиваемся, к сожалению, с таким. Да, есть тренеры просто очень красивые, они даже занимаются самолюбованием. Зеркала большие, яркие. И вот… И подгоняют. Давай, давай, давай. Да, и тренеру нравится она сама себе, или он сам себе нравится, и группа тоже гонит. Но это вот опять важно действительно выбрать свой ритм и понять, что ты это делаешь для себя, а не для группы. Да, да, да. Что касается возраста, то действительно в этом огромное преимущество физической культуры, не только лечебной. Можно заниматься от младенчества до глубокой старости. Это действительно так. Но желательно после того, как обследует врач. Потому что врач найдет, допустим, какие-то симптомы, какие-то синдромы заболеваний, которые, может быть, уже есть. Он может посоветовать в зависимости от этого нагрузку, в зависимости от ваших возрастных изменений, допустим, в зависимости от ваших жалоб, у кого-то они неизбежно будут. То есть врач подбирает очень индивидуально, даже вплоть до темперамента вашего, ваших желаний и вашей, допустим, психофизиологической какой-то сферы. Как много у нас врачей спортивных, к которым можно обратиться? Потому что, слушая наш, сейчас просто армия людей, которые захотят пойти проконсультироваться, подобрать для себя комплекс упражнений и начинать выживать просто, поправлять свое здоровье. Понимаете, по большому счету каждый врач может дать вам эти рекомендации. То есть каждый терапевт. Даже терапевт. И педиатр, да? Только в том случае, если у вас сложная патология, такой хронической патологии много, у вас какие-то выраженные возрастные изменения, у вас в анамнезе были тяжелые травмы, инсульты, инфаркты. Только в таком случае, кроме того, что вас консультирует, допустим, терапевт, невролог, тот врач, который непосредственно лечебником для вас является, то есть лечащим врачом, и который знает вас, вы должны обязательно проконсультироваться с реабилитологом. Ирина Валерьевна, что в культуре славян? Какие зарядки и физическая культура? К нам пришла йога, которую, я знаю, православная церковь в свое время категорически отвергала. Сейчас там ушу, модные дыхательные практики, суставные гимнастики, да? Гимнастика цигун вот у всех сейчас на слуху. Цигун, надо быть очень осторожным, честно вам скажу. А у нас вот пробежка, плавание и, по-моему, амоса. Закаливание. Закаливание. И вот профессор Амосов, который, по сути, для всех является образцом. Итолика тысячи повторений, да. Вот про цигун я хотела бы услышать. Понимаете... А как много наших слушателей знают, что это такое, так же, как и японская гимнастика. Цигун терапия, да. Это гимнастика, которая связана с, как бы сказать, формированием, развитием, перемещением энергии цигун, да. Энергии циг, так называемая. Это китайская гимнастика. Но я вам хочу сказать, что, во-первых, специалистов таких очень мало именно в нашем регионе. Во-вторых, если вы, не дай бог, используете ее неправильно... Не ту энергию, да? Не ту энергию и не так. Повреждающее действие от нее катастрофическое просто. Ну, мода, мода пошла на йогу. Я знаю людей, которых заклинило после того, как они... В асану вошли. Да, вошли в какую-то не ту асану. Так далее, тому подобное. Что делать нашим обычным людям, которые не знакомы с нетрадиционными видами физической нагрузки? Начинать с самого простого. С физкультуры школьной. Понимаете, самое удивительное, что самые эффективные, самые эффективные, это самые простые упражнения. То есть, это дыхательная гимнастика, это суставная гимнастика, это действительно ходьба. Идеальный вид гимнастики – это ходьба. Вот, кстати, сейчас тоже модная ходьба с палками, как она называется? Шведская? Скандинавская ходьба. Скандинавская. Замечательная вещь. Замечательная вещь. Всех призываю заняться этой ходьбой, поскольку данный вид ходьбы восстанавливает нормальный физиологичный паттерн ходьбы, то есть правильную модель ходьбы. Потому что, когда вы ходите, у вас обязательно в движении должны включаться руки. Что и делает скандинавская ходьба. То есть, скандинавская ходьба правильно подключает все мышечно-фасциальные цепи, начиная от стопы, заканчивая головой. То есть, там руки за счёт того, что движение с палками всё время осуществляется. Да, да. Причём там разные есть модификации, и по-разному это можно очень использовать. А у нас в республике можно где-то этому научиться? Конечно. У нас есть специалисты, у нас есть центр для людей пожилого и зрелого возраста, на Мира находится он. Всегда таких специалистов можно найти. Понимаете, так устроена интересна физкультура, что если вам нужно, обязательно подтянется тот, кто нужно. И это должно какое-то общественное мнение должно всё-таки сформировать. Я вот буквально на днях видела утром рано на автостанции, кто-то тянет с собой на колёсиках сумку, а женщина бальзаковского возраста с рюкзаком на спине и со скандинавскими палками шла на остановку. И, вы знаете, она была, конечно, зрелищем номер один для всех. Вот все развлекались, стояли в очереди, на неё смотрели. А ей куда деваться? Она вперёд от инсульта, правильно? Чё ей уже стесняться? Ей уже терять нечего. Понимаете, это очень правильный подход. Это очень правильный подход. Человек занимается своим здоровьем. Он молодец. Я всегда говорю, когда вы делаете физкультуру, у вас должен быть настрой. Я молодец. И не обращайте внимания на вот эти вот удивлённые взгляды. Потому что, к сожалению, общая культура у нас в этом отношении немножечко, конечно, желает лучшего. Я даже по пациентам своим сужу. Когда спрашиваешь, идём на лечебную физкультуру, одни говорят, боже мой, конечно, идём. Я знаю, что это поможет, наконец-то. А некоторые говорят, да, зачем мне ваша эта физкультура? Я говорю, ну, у вас же суставы, у вас же лишний вес, у вас же нарушение ритма. Нет, не хочу никакой физкультуры. Вот, кстати, о суставах. Сейчас очень многие люди в возрасте жалуются на не то, что малоподвижность, а на боль большую в суставах. Ставят на артроз, ставят подагру. Что помогает лечебная физкультура в данном случае? Говорят, что хрящ не восстанавливается. Вот есть такое мнение. Неправда это. Ура. То есть, благодаря тому, что... Ну, нужно, конечно, понимать, товарищи, что должен быть комплекс. Если вы хотите улучшить состояние, конечно, если это не глубокая степень уже артроза, когда уже там кисты образуются, когда полностью сустав разрушен, тогда, конечно. Но если это начальные стадии, особенно первая, вторая, то применяя и движение, правильное, грамотное, своевременное, и физиотерапию, и определенные медикаментозные, все-таки, допустим, лекарственные препараты, вы, безусловно, можете облегчить и улучшить свое состояние. Ну вот, например, сидим на лавочке и болтаем ногами. Помните, как в детстве, когда они доставали? На высокой лавочке. Полезные упражнения? Хорошее упражнение. Если делать не спеша. Так, не спеша. Не дергать и не спешить. Понимаете, сустав – это такое интересное образование, которое работает по обратной связи. Если я тебе нужен, он будет пытаться себя восстановить. И синавиальная жидкость вырабатывается, и он как мышцы укрепляются, связки укрепляются. Если ты его не используешь… Что значит не используешь? Не ходишь? Мало ходишь, мало двигаешься, допустим, имеешь избыточный вес, то есть нагрузка дополнительная, и даже при этом, допустим, не используешь, к примеру, воду, можно заниматься в бассейне, если ты имеешь избыточный вес, чтобы хоть как-то запустить суставы, то неизбежно это приводит к разрушению. Так организм устроен. Что не работает, от этого организм отказывается очень быстро. То есть зачем мне это снабжать? Королоснабжать, затрачивать энергию, ферменты, всё-всё-всё, когда оно всё равно не нужно, как организм думает. Безумно интересный разговор. У нас есть ещё несколько минут. Ещё что-то очень важное, на что бы вы хотели обратить внимание? Вы знаете, я нашла когда-то стишок, я считаю, что это замечательная. Поэзия – это знаменитый поэт Востока Ибн Сина, когда его спросили о том, как же начинать гимнастику, он ответил этим стишком. Он изложил, будем так говорить, методические основы гимнастики. В гимнастике умеренность нужна. Пусть будет главным правилом она. Умеренность не изнуряет тело, но очищает организм всецело. Опасны перегрузки в упражнениях, которые ведут к изнеможению. И человек стареет раньше срока. Бесцельный долгий отдых и покой. В излишествах нет пользы никакой. Коль человек недвижен, вредный сок заполнит тело и еда не впрок. То есть самые правильные основы таким удивительным способом гениальным человеком изложены. Ирина Валерьевна, возвращаясь к дню сегодняшнему. Безусловно, мы живем в такой сложной ситуации, в которой, наверное, у людей появляются определенные симптомы, определенные боли. Что Вы можете сказать сейчас по поводу Ваших пациентов и по поводу всех остальных наших людей? Вы знаете, осень и весна, когда идет смена сезонов, это всегда возникает обострение заболеваний хронических чаще всего. Это связано и с изменением температурным, и световым. Вы знаете, что очень многие люди очень тяжело переносят изменения светового режима, когда все время темно. Это про нас. Да, не хватает энергии, потому что свет запускает определенные рефлексы через сетчатку глаза. Поэтому даже говорят, если Вы неважно себя чувствуете, включите свет, чтобы был яркий, чтобы срабатывала ароматерапия, апельсинки принесите, включите хорошую музыку. Сейчас огромное количество заболеваний позвоночника. То есть люди с заболеваниями позвоночника, с обострениями остеохондроза просто идут, идут и идут. И прежде всего это шея и поясница. То есть страдания ужасные у людей, безусловно. Не болит голова у дятла, у людей болит. Какое самое простое упражнение Вы могли бы нам порекомендовать для снятия головной боли? Всем, особенно девочкам, рекомендую. Это называется гимнастика императрицы. Самое главное правило, то, что я говорила еще во время передачи, это правильное положение головы. Вы садитесь в удобное кресло или на стул, как Вам удобно, прижимаясь поясницей к спинке. Вы правильно выстраиваете Вашу статуру за счет того, что Вы темечком тянетесь вверх. Между подбородком и грудиной не больше 30 градусов. Вы вытягиваете плечи в шейную линию. То есть у Вас плечи опущены и расслаблены. Руки лежат на бедрах. И Вы создаете себе образ, что Вы императрица, которая сидит на троне. И это называется гимнастика микродвижений. А смотреть прямо или поверх голов? Прямо перед собой. Прямо перед собой. Если Вы сидите перед зеркалом, это вообще идеальный вариант. Глаза в глаза. Глаза в глаза, да. Что нужно делать? Почему микродвижений? Вы не даете никакой большой амплитуды. У Вас движения буквально на уровне тонуса. И Вы говорите «Да-да-да-да-да-да». И качаете головой. То есть Вы императрица. Вы кому-то это говорите. Потом Вы говорите «Нет-нет-нет-нет-нет». И делаете движения, которые обычно сопровождают. Это «Нет-нет-нет». А потом качаете головой в сторону и говорите «Ай-яй-яй-яй-яй-яй». Но первое основное условие – Вы правильно сидите. И положение головы правильное. Второе условие – это микродвижения. Буквально на уровне тонуса. То есть Вы кровообращение запускаете, но никаких повреждающих элементов совершенно нет. Идеальный вариант практически. Как много интересного мы сегодня узнали. Очень хотели бы еще раз с Вами встретиться в нашей студии. Уверена, что если бы нам могли писать письма, то сейчас просто был бы завал, правда, ящик писем. Потому что очень актуальная проблема, которая касается физкультуры лечебной. И вот то, что еще касается остеохондроза и нарушения осанки, это всем очень хочется порекомендовать – не лениться и заниматься на неустойчивой опоре. То есть это либо использовать балансировочные диски, которые в готовом варианте используются. У многих еще советские остались, советских времен. Это просто счастье для тех, у кого остались. Либо эти неустойчивые опоры есть, в общем-то, в продаже. Их тоже можно приобретать. Либо, если у Вас есть мужчина, который умеет работать руками, можно взять обычный пенек, напополам его разделить, добавить фанерку сверху. То есть фанерка должна быть 40 на 40, не меньше, чтобы спокойно стопа стояла. Высота этого пенека должна быть не больше 15 сантиметров. И нужно на этой неустойчивой опоре стоять. Но эта неустойчивая опора должна находиться на резиновом коврике, желательно, или на каком-то таком коврике, что не давало бы возможности ему соскальзывать. И Вы должны иметь возможность за что-то уцепиться, если вдруг Вы начинаете терять баланс и начинаете падать. Весь смысл занятия в том, чтобы заниматься сначала с открытыми глазами, а потом с закрытыми. Есть специальные комплексы упражнений, которые Вам, в общем-то, может дать любой врач-реабилитолог. Потому что это поэтапное освоение. Но это замечательная гимнастика в плане того, что включает все наши мышцы, которые работают плохо, которые расположены глубоко, которые ленятся, которые не хотят включаться в правильную работу. Эта гимнастика заставляет их нормально и качественно работать. Благодарим Вас. У нас в гостях сегодня была Терещин Карина Валерьевна, кандидат медицинских наук, врач-физиокинезиотерапевт, доцент кафедры медицинской реабилитации, лечебной физкультуры Донецкого национального медуниверситета имени Максима Огорького. Спасибо всем, спасибо Вам. И вперед двигаться. Всем желаю здоровья, прежде всего. Спасибо. Радио Доктор. Прислушайся к здоровым советам.